Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Как разлюбить человека, которого любишь и не можешь отпустить? Ну, разлюбить вы кого-либо, себя заставить не можете, как и полюбить? Вопрос в том, что если вы, как вы говорите, не можете человека отпустить, то это означает, что он вам для чего-то нужен. Это означает, что у вас есть некоторая такая потребность. То есть, как будто бы вы находитесь в эмоциональной зависимости от человека. Эмоциональная зависимость не есть любовь. То есть, есть любовь, а есть эмоциональная зависимость. Так вот, это не одно и то же. И то, что вы не можете человека отпустить, говорит о вашей потребности. В первую очередь. То есть, у меня есть определенная потребность. Как бы говорите вы. Это не связано с любовью. Это важно. Это очень важно. Но это не связано с любовью. То есть, любовь, она где-то отдельно. А потребность отдельно. Психо-эмоциональная зависимость от человека идет отдельно от любви. Это очень важно понимать. И на самом деле, речь идет не о том, чтобы вам кого-то разлюбить. Это нереально. А речь идет о том, чтобы понять, а что мне от человека нужно. В чем я нуждаюсь? От человека. Человек от чего от человека. Вот. Человек от чего для себя. От него. И человек от чего для него. Вот то, что вы хотите для него. То, что вы хотите именно для него. Больше. Относится к любви. Нежели чем то, что вы хотите для себя. Отдельно хочу сказать. На всякий случай. Ничего плохого нет в том, что вы хотите чего-то для себя. Абсолютно ничего в этом плохого нет. Хотите чего-то для себя. На здоровье. Но вы связываете это с конкретным человеком. А человек может не хотеть. Может не мочь. Может не понимать. Того, что вам нужно. И соответственно. Вам этого не давать. От чего вы будете страдать. Дабы исключить вот эти неприятные моменты. Необходимо знать, с чего вы хотите. Необходимо замечать свои потребности. И необходимо уметь их реализовывать. Традиционно психоэмоциональная зависимость связывается с страхом одиночества. С отсутствием реализованности. То есть, когда человек не ощущает, что он реализуется. Когда человек не чувствует, что он как-то вот проявляет себя. Когда человек не чувствует, что он что-то значит, что он чего-то стоит. Когда человек не ощущает, как бы, свои ценности. Традиционно психоэмоциональная зависимость связывается с этим. И, и само собой, это не началось, вот, с отношений. То есть, это было с вами всегда. Это было с вами всегда. Просто вы этого не замечали. Не то, чтобы вы должны были это замечать. Но просто важно видеть полную картинку. Поэтому в данном случае можно говорить о том, что вы через этого человека пытаетесь решить какую-то свою проблему. Вопрос только в том, какую. Возможно, вы этого сейчас сами даже не знаете. Ничего страшного. Психолог может помочь вам понять это и увидеть. Даже если вы сами этого не знаете. Это не проблема, я повторюсь. Это не проблема в том случае, если вы хотите, если вы готовы решать, ну, решать свою проблематику. Вот. А решить свою проблематику можно, только если вы сами знаете, понимаете, замечаете, что для вас являются проблемами. Это совсем не то же самое, что люди в вашем окружении называют проблемой. Совсем не то же самое. Люди могут считать проблемой одно, вы можете считать проблемой другое. И вот то, что вы сами считаете проблемой и нужно решать. Только так будет какой-то эффект. В остальном, в остальных случаях, эффекта не будет. В остальных случаях будет только себя, ну, самозаставление, скажем так. То есть, просто вот вы будете стараться себя заставлять, там, что-то делать, ну, вот. И всё. Ничего хорошего из этого не получится. Вот как-то так. Почему я об этом так много говорю, да, потому что, когда вы пишете о том, что нужно разлюбить человека, только есть ощущение, что вы как-то вот, ну, стараетесь себя заставить это делать. То есть, вы как бы говорите, ну, я должна, я должна, я должна его разлюбить. Ну вот. Но на самом деле это так не работает. Любовь, прекрасное чувство, хорошее чувство, замечательное чувство. Но есть один нюанс. Любовь – хорошее чувство, когда мы действительно любим. Когда мы не путаем любовь с чем-то другим. А человек очень часто как раз таки путает любовь с чем-то другим. И вот, на мой взгляд, это, конечно, сильно как-то вот, ну, знаете как, сильно обесценивает чувство любви. Вот. Это, конечно, не есть хорошо. Но повторюсь, к счастью, все корректируется и все поправляется. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать над собой работу. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. �� встреч! АПЛОСИЧЕВЛЕНИЕСЮТЕВА